Так, друзья, хочу вам показать, что происходит в Анапе. Вот смотрите, мне писали, ты там что-то много говоришь, неправду говоришь. Вот посмотрите, у нас даже Анапское Черноморье там писал о том, что все хорошо. Смотрите, какие меры безопасности. Вот посмотрите, какой пыль просто идет от этого дома. Это все разлетается по всей округе. Это вот так вот просто таким варовским методом сбрасывают все сверху. И дышать просто нечем бедным людям, которые отдыхают. Сейчас их тысячи гуляют по набережной. И все это им в легкие идет. Просто ужас какой-то. Запах какой-то сженой резины. Это походу, наверное, что-то горит что ли все-таки. Потому что я думал, что это пыль, когда сбрасывается. Тут прям запах какой-то вот такой, как будто сженая резина. Вот не знаю, чем это точно пахнет. Ужас, просто ужас, ребята. Посмотрите, оно все вот здесь валяется. По-думу, к этой стройке будем еще не раз возвращаться. Там на верху, конечно, работают краны. Это все вот вон, вот, падает вниз. Охренеть. Бедный город, как мне тебе жалко. Просто это все садится на деревья. Посмотрите, кто их потом отмывать, что ли, будут. Вот, смотрите. Все деревья белые стоят. Это во все округе. Так вот, елки, то же самое. Здесь, вот, смотрите, везде повсюду этот пластик, пенопласт разлетается по городу. Ну и, собственно, звук. Сегодня воскресенье. Ребята, воскресенье, выходной день. Люди не могут отдохнуть. То есть, вот такое вот отношение просто ко всему. Еще раз говорю, еще в старые времена было придумано там о том, чтобы вот такие мусоропроводы, которые ограничены всякими тканями, чтобы пыль не выходила. Здесь же просто полный трэш творится.